Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я у мужа не первая и вторая жена и ребенок наш точно не первый. Ну, смотрите, вот в такой ситуации, да, когда это не первые отношения, вот, у партнера, то очень важным моментом становится то, по какой причине, да, у вашего мужа не складывались отношения. То есть, ну, ведь наивно думать, что если у человека не сложились отношения, там, с первой и второй женой, да, допустим, то сложится у вас, вот, ну, наивно думать, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что вот вам нужно обратить внимание на то, значит, из-за чего развелся ваш муж. И, соответственно, увидеть, да, проблематика, она, как бы, ну, в нем, да, или что. Ну, зачастую, зачастую, конечно, человек, человек. В его выборы, да, в его решениях каких-то, вот. Тут, к сожалению, вот так. Очень важно, на чем вы сошлись. Вот. То есть, что между вами общего, между вами и вашим, ну, мужем, что общего, вот. Потому что он, от этого, в общем-то, зависит, зависит от многих вещей. В том числе, какая-то направленность в отношениях. В том числе, их крепость, их пластичность, гибкость. По его инициативе, мы переехали в другую страну, и много что поменялось в отношениях. А вы не хотели переезжать? Правильно ли я понимаю, что вы переезжать не хотели? Правильно ли я понимаю, что вам это не очень по душе, и вы это сделали? Ну, в основном, для него, для мужа, или нет? Дело в том, просто, что когда вы говорите об этом так, что вот, значит, переехали, по его инициативе, ну, вы, в какой-то степени, да, перекладываете ответственность на человека за какие-то решения, которые, в общем-то, касаются вас, и касаются эти решения вашей жизни, вашей жизни, а ни в коем случае не мужа, например, да, вот. То есть, да, ваш муж мог совершенно, ну, спокойно, да, мог вас звать, в общем-то, в другую страну, и куда-нибудь еще, вот. Ну, все равно, окончательное решение по этому вопросу принимаете вы, никто больше, вот. У него работа, тусовки, мне осталось уделять намного меньше времени, чем раньше, он не помогает с ребенком, и не общается с ним отдельно, вообще. А, значит, так, в вашем тексте много теря, поэтому тут немного поздновато будет его читать. Значит, у него работа, тусовки, он мне осталось уделять меньше времени, чем раньше, и далее вы пишете про ребенка. То есть, ну, простите, внимание к вам, это, это ребенок, ну, то есть, вот, внимание к вам, это с этим как-то связан ребенок, то есть, ребенок, это ребенок, это вы, да, ну, вот, если вы сами связываете это воедино, внимание к вам и общение с ребенком, вот, я бы не сказал, что это, наверное, как-то хорошо для вас, потому что мужчина может видеть в этом вполне себе такую, знаете, ну, позицию, отходящую от позиции, ну, женщины, да, то есть, именно, вот, женщины, именно, вот, партнера, вот, и больше переход, там, ну, в родительскую позицию, которая мужчине может не нравиться. Дальше, то, что у него работа и тусовки, да, не случилось внезапно, то есть, ну, очевидно, он всегда был такой, очевидно, у него была какая-то его часть личности, которая отвечает за наличие тусовок, и вы эту часть видели, но как-то с ней мирились, то, что он стал меньше уделять вам внимания, это история неприятная, но, если вы человека знаете, то вы знаете, с чем это связано, и, напротив, если вы человека не очень хорошо знаете, то вы воспринимаете подобные перемены вот так, как вы описываете, то есть, просто ни с того, ни с сего, вот, стало меньше внимания, так не бывает, да. Например, если мужчина вас вдвоевывал и долго ухаживал, а потом, условно говоря, добился и после этого позвал вас в другую страну, да, то больше вероятность того, что он к вам охладеет, потому что он вас добился, он взял над вами полный контролл, в силу того, что привез в другое место, да, ну, условно говоря, вы точно согласились это сделать, вот, и, соответственно, ваша ценность в его глазах падает, но проблема здесь не в этом, проблема здесь в том, что изначально вы отношения выстраивали на том, что человек вас добивался, например, например, допустим, я не говорю, что это у вас так, я просто пример привожу, вот, поэтому у того, что он стал уделять вам меньше внимания, есть причины, в том числе и в вашем поведении, и в вашем взаимодействии, да, их нужно разбирать. Дальше, он не помогает с ребенком, не общается с ним отдельно, вообще, любая помощь, только няня, с другими детьми тоже не общается особо, если он не общается с другими детьми, простите, почему вы считаете, что, значит, с вашим ребенком он будет общаться? Его развлечение, это пить с друзьями до утра не очень часто, но бывает, а еще теперь и с коллегами тоже иногда пьет каждый день, то есть проблема с алкоголем явно. Ну, на мой взгляд, вы немножко противоречиваете от цены, то есть вы говорите, что с друзьями до утра не очень часто, теперь с коллегами тоже иногда пьет каждый день, то есть не очень часто или каждый день, как-то вот тут непонятно, вот. Да, может быть, может быть, проблема с алкоголем, это правда, вот, но проблема с алкоголем предполагает то, что он зависимый, если он зависимый, то вы созависимый и вам нужна терапия для созависимых, то есть, как бы, ну, терапия направлена на отстранение от него, да? Необязательно развод, необязательно расставание, но отстранение, как минимум, сейчас мы видим то, что у вас, в основном, к нему претензии идут, когда прошу какой-то помощи, ему лень, я уж не говорю о какой-то инициативе с его стороны, ну, опять же, у этого могут быть разные причины, либо это часть его личности, либо это какие-то изменения, да, в том числе, связанные с вашим взаимодействием, но, в том числе, связанные и с его какими-то изменениями собственными, вот. Я думаю, что если вы прямо человеку говорите о том, что вам чего-то хочется, человек вам отказывает, да, и при этом его все устраивает, ну, ваша реакция как-то непринятие, да, там, раздражение, злость, это абсолютно нормально. Другой вопрос, вы помощи просите, как бы, с каким посылом? Вы правда хотите именно помощи, то есть вам нужно решить какой-то вопрос, и мужчина вам не помогает? Или вы просите помощи для того, чтобы он показал, что вы ему цена? Если так, то у вас есть проблемы с собственной ценностью, возможно, с самооценкой. Так, когда я говорю, что мне что-то неприятно, он говорит, относиться к жизни проще и проще. Так, ну, я так понимаю, что у вас стерея это вместо точек, получается, вот, ага, да, безусловно, такую реакцию его можно интерпретировать, как обесценивание, обесценивание. Раз, это правда, с другой стороны, а говорил ли мужчина, когда при начале, реагировал ли он, когда при начале, если нет, как бы, почему вы думаете, что что-то изменится? Дальше. Готов проводить с нами время, когда нет других планов, и в основном смотрят в телефоне, когда что-то делают. А с кем с нами? Ну, с кем с нами? Проводить время с вами лично, это одно. Проводить время с ребенком, это другое. Проводить время с вами и с ребенком, это третье. Это разные вещи, с кем с вами. Вот опять же, у меня здесь возникает ощущение, что вы привязываете общение с вами к общению с ребенком, а это разные, повторюсь, вещи. Вот. Понимаете? Вы пишите, гопов проводить с нами время, когда нет других планов. Ну, опять же, такой человек. А когда-то было по-другому? Если было и поменялось, то, ну, если вам интересно, вы же можете прямо так и спросить. Вот раньше было так, а теперь по-другому. Что изменилось? Скажи, 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 пожалуйста. Это изменилось что-то в тебе или я что-то сделал? Если изменилось в тебе, то я имею полное право на свое отношение к этому и реакцию на это, и корректировку поведения своего на это. Но если это, ну, если это произошло вследствие каких-то моих действий, то давай это обсудим. Может быть, тебе что-то не нравится. Может быть, тебе что-то не нравится в том, как я себя веду и так далее. Может быть, я тебе стал оказаться менее интересным. Вот. Это можно обсудить. Вот примерно в таком ключе. Да? А у вас пока просто идут претензии, да, требования. При этом вы как будто бы не особо внимательны к тому, а вообще мужчина может как бы эти требования реализовать или нет. При этом, при этом, видите ли, если вы в своих требованиях уверены, да, ну, то есть, если вы считаете, что должно быть, должно быть так и никак иначе, вот, то опять же, а что вы делаете для этого, ну, для того, чтобы было так и никак иначе, вот. Ну, вы выбрали мужчину, да, вот. Вы ошиблись, например, с выбором, да. Вы понимаете, что человек, допустим, ну, не дает вам того, чего вы хотите. Вот. Ну, так вы сами решите, что вы хотите и готовы с этим делать, да, и можете с этим делать. Дальше. Значит, в основном смотрят телефон, когда что-то делаем. При этом говорите, что любят, когда спрашиваю. Спрашиваете, что. Дочь, он везде в телефоне говорит о том же, что у вас нет контакта, нет взаимодействия, нет общего. Помните, я спрашивал вначале, что общего между вами? Я в основном дома с ребенком, занимаюсь своим онлайн бизнесом, гуляю с подругами. Хорошо. А какие у вас еще интересы есть? Общий интерес мужчины-то есть? Что вас объединяет, кроме ребенка? До переезда я чувствовал, что я и наша семья, главное в его жизни. Теперь я чувствую, что мы нужны, но только после работы и тусовок. А здесь большая проблема, что ваша ценность определяется другим человеком. Это раз. Два. Ваша ценность и семьи никак не связаны. Понимаете? Когда вы говорите, что я и наша семья главная в его жизни, вы как бы здесь решаете проблему своей тревожности, страха перед неопределенностью. И решаете проблему своей ценностью. Тоже. Потому что у человека может что-то меняться. А у человека могут меняться приоритеты, взгляды, задачи, цели и так далее. И что вам делать? Понимаете? В конце концов, между вами мог исчезнуть контакт, как я уже сказал. И да, это могло поспособствовать этим переменам. Кроме того, он не общается с другими детьми. Так почему он будет общаться с вашим ребенком? Очевидно, что семья, в которой обязательно входит ребенок, для него не на первом месте. Вы говорите, что вы чувствовали, что я и наша семья, для него главное, это ошибка. Вы не можете ничего такого чувствовать. Вы можете чувствовать что-то сами. Например, вы можете чувствовать спокойствие. Вы можете чувствовать безопасность, да? Вы можете чувствовать какую-то определенность и так далее. Вот что вы можете чувствовать. Вы не можете чувствовать что-то для другого человека. Это иллюзия. И получается, что вы решаете здесь вопрос какой-то своей потребности, как я уже сказал. Так решать ее нужно своими силами, не через другого человека. С другим человеком может случиться все, что угодно. Да? Теперь я чувствую, что мы нужны только после работы и тусовок. Ну, факт поменялось. Если вы что-то чувствуете к мужчине, найдите способ это выразить, проявить к нему. Вот. Если он вам, ну, интересен, да? Не знаю, если он вызывает у вас, там, не знаю, чувства какие-то, да? Вот. Ну, дайте ему понять это, да? Дайте ему вот как-то, значит, увидеть это, да? Вот. И я думаю, что если, ну, если есть какая-то потенция, да? У вас, ну, и у ваших отношений, отношений, вот, это обязательно себя продадут, ну, как-то, как-то, вот, понимаете? А если нет, то, ну, соответственно, и не понравится ничего. Дальше. Например, в день, когда умирала моя бабочка, мне было плохо, он до одного часа ночи бухал с коллегами. Это говорит о том, что человек не чувствует того, что вам важно. То есть вы не можете, получается, вы не можете до него донести то, что вам важно. Вот, он не чувствует этого, а может быть и алкогольная зависимость. Я не чувствую какой-то опоры в нем и ощущение, что он, если что, рядом. Окей. Если вы считаете, что партнер должен быть опорой, это не ваша тема, вам нужно расставаться. Если вы допускаете, что проблема опоры ваша, да, и, повторюсь, если были предпосылки для такого поведения со стороны мужа, то решать нужно этот вопрос своими силами. В аэропорт у нас с ребенком не провожают, не встречают, говорить не хочу. Но, опять же, может быть, такой человек. Такие разные фразы появляются в спорах, в мой дом, место наше, что должна подстраиваться под меня и т.д. В самих этих фразах ничего плохого нет. У человека есть личные границы. В отличие от вас, у которых с личными границами есть проблемы. У меня есть ощущение, что вы находитесь в слиянии с ребенком и пытаетесь вступить в слияние с мужем, да, и у вас более слабые личные границы, от чего вот это все и происходит. Понимаете, объективности нет здесь. Если субъективно вам вот так все видится, вам нужно решить, что вы делаете. И тогда субъективность становится объективностью. Но перед тем, как что-то делать, необходимо рассмотреть психологический процессор, приводящий к этому, и посмотреть, что именно к этому приводит. объективность и хорошего. Он нас содержит. Опять нас. Опять нас. Никаких нас нет. Есть я и ребенок. Он не содержит вас. Он содержит вас и ребенка. Но это разное содержание. То, как он содержит ребенка, это одно. То, как он вас содержит, это другое. Понимаете, вот в чем проблема? Когда есть няня, мы можем вместе заняться чем-то интересным. Спорт, прогулки, кафе. Спорт, прогулки, кафе – это хорошо, но здесь не проявляется личность. Если для вас интересен спорт, прогулки, кафе, то я не удивлен, что ваш муж смотрит телефон. У вас нет личностного взаимодействия. Нет обмена элементами внутреннего мира. А может быть, вы и выбрали такого человека, который не особо на этом заостряет внимание. Так о каком мне тогда контакте вы говорите? С его точки зрения, я его не ценю. И это правда. В его парадигме ценностей вы действительно его не цените. Он же вас содержит. Но когда я чувствую, что я передвинулся в иерархии приоритетов очень далеко, мне сложно проявлять чувства и есть ощущение тупика. Смотрите, во-первых, передвижение в иерархии приоритетов никак не связано с вашими чувствами. Это первое. Получается странно какая-то история, если ты на первом месте ко мне что-то чувствуешь, а если нет, то нет. Какая-то несамостоятельность здесь не находитесь. Второе. Тупик говорит о том, на мой взгляд, что вы зависимы от него. Я не знаю как, алкогольная это созависимость или это созависимость эмоциональная, но мы зависимы. В зависимости нужно работать. В первую очередь повышение самооценки и расстраивание личных границ. Второе. Нахождение собственной опоры на себя и формирование своих целей, личных и задач и ориентиров. И в-третьих, это обозначение и проявление своих ценностей, приоритетов и желаний. Ну вот. Вопрос. Это я все накручиваю, что все это показатели того, что меня не любят и что эгоистичен. никто не скажет вам об этом. Никто. Дело не в том, любит ли он вас или вы себя накручиваете. Дело в том, что у вас есть определенное состояние, которое вам нужно решать. и есть факторы, в том числе ваши, субъективные, по которым вы в этом состоянии оказались. И сначала нужно разбираться с этим. А потом вы сможете решить, что делать с мужем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго и удачи!